Виктор расскажет, куда он идёт? Мы идём в курсе, через мост, по берегу моря и аж до конца. Туда и обратно пешком. Молодцы! Вы не пойдёте нам пешком? По мосту! По мосту, пешком. Это вид на лиман. Лиман с грязью, которая здесь как раз собирает всех отдыхающих. И все санатории. Грязь лечебная. Вот именно на дне этого лимана. Это посёлок Сергеевка. Сейчас уже вечер. Мы поужинали. Сейчас я поплавала. Вы знаете, сейчас покажу вам воду. Вода, вы знаете, прозрачная довольно-таки. Несмотря на то, что в нём там грязь. Грязь, когда заходишь туда поглубже. Но здесь глубина, вы знаете, самая, наверное, максимальная глубина по плечи. А вообще, очень такой мелкий этот лиман. Он протяжённостью не знаю какой. Вот смотрите, видите, вот сюда вот подходит кораблик. А вот там вот, если видно, освещается солнцем немного. Вдалеке это вот такой вот мост через этот лиман. Мост протяжённостью 3,5 километра. Если не плыть на кораблике через лиман, то идти минут 30 до моря. Вот туда вот, на ту сторону, через лиман. Вот я показываю вам туда на горизонт. Вот где вот эти вот домики виднеются вдалеке. Там вот за этой вот песчаной косой начинается уже чёрное море. Но вода там, конечно, похолоднее. А здесь вода просто, вы знаете, как парное молоко. Зайдёшь. Это я вам сейчас вечером показываю. Видите, тишина. Здесь только уточки плавают. Уже все ушли отдыхающие. В Освоясе. Вот я сижу, мне нравится дышать. Хотя, вообще так, запах сомнительный. Потому что грязь эта, она с сероводородом. Чем она и полезна? Тем, что вот она насыщена сероводородом. Делают примочки такие. Делают грязеобёртывание. Подключают какие-то небольшие такие греющие электродики с током. И вот люди получают такие процедуры. Это лечит грязь. Все болезни суставов. Все полиартриты, артриты. Наверное, вот эти все, знаете, болезни поясницы. Остеохондрозы. И даже у кого-то, говорят, грыжу позвоночную вылечивают. Люди годами сюда ездят. Солнце уже вот туда зашло. За деревья. И здесь сейчас не будет уже, наверное, никого. А утром опять приходят люди. Покажу вам, как здесь обмазываются полностью грязью. Кто во что гораст, кто полностью, кто колени только, суставы, плечи. Ванны. Грязевые, видите, вот. Вот так вот мы их принимаем. Сейчас попробую показать вам. Покалки, селки, к сожалению, нет. Вот так вот. Все тело. Это я сейчас уже высохшая. А кто-то набирает, вы знаете, мешок такой строительный, как пленку, набирает эту грязь, греет на солнце, а потом залезает в этот мешок и полностью там вот такие вот грязевые себе ванны устраивают. Люди, говорят, очень помогает. Вот на таком катерочке мы сейчас поплывем через лиман. И осталась Сергеевка, а мы прием. Черное море. Оно всегда разное. Вот сейчас море встретило меня не очень привлекливо. ни о какой бирюзовой воде. Здесь и речи нет. И посмотрите, какие тучи собрались на небе. Это называется ждать у моря погоды. Знаете, вот такие черные тучи, они все заволакивают в небо. А времени у нас всего два часа. Пополудни. Позагорать, думаю, нам уже не удастся. И вот такая погода. Уже третий день здесь. Сегодня у нас 5 августа 2019 года. Черное море. Черное море, оно как капризная девушка. Никогда не знаю, что от него ждать в следующую минуту. Здесь, на берегу, на этом. Вода, вы знаете, вообще-то, говорят все, что вода холодная. Но для меня, как ни странно, вода кажется теплой. Я не знаю, я не градусник, конечно, чтобы мерить температуру воды. Но вода теплее, чем в Атлантике у берегов Англии. Вот такая вода холодная, как у нас в проливе Солон. И как в проливе Ла-Манш. У Английского берега это, наверное, гораздо холоднее. И мне вот она напоминает воду в Белом море. Если кто-то знает, какой холод бывает. И какое холодное Белое море. Иногда заходишь и ломит кости. Ну, вот в Атлантике чуть-чуть теплее вода. Поэтому здесь, на Черном море, для меня вода теплая. Я купаюсь, несмотря ни на что. Хотя многие боятся, что процедуры у нас. Такие процедуры, знаете, в основном они нагревающие, согревающие. И боятся застудиться люди. Ну, не знаю. Я стараюсь, конечно, тоже беречься. По мере возможностей. Но, знаете, уже надоело мне три дня сидеть дома. Потому что лил дождь. Очень сильный был у нас дождь в субботу. Всю ночь гроза. Громыхал гром. И вот в воскресенье тоже дождик срывался. А сегодня понедельник более-менее. Ну, я люблю воду, я люблю море любое. Поэтому Черное море тем более обожаю. В любом виде. Здесь, что я могу сказать. Помимо того, что для меня вода теплая. Ну, не знаю, градусов 20, может быть 22 иногда. Здесь очень много медуз. Странно это. Медузы мелкие. Плывешь, они постоянно. Их задеваешь руками и телом. Но они такие маленькие, знаете. Где-то, наверное, чуть больше пятикопеечной монеты. Но вот я заплыла туда подальше. В море. И я столкнулась. Я задела рукой огромную медузу. И она, вы знаете, такая твердокаменная. Какими-то шишками такими. Она не прозрачная. А она вот такая вот белая. С фиолетово-синими полосками. Такая величиной с огромную тарелку. Такая, знаете, не плоская. А вот такая вот как шишкой. Очень длинные у нее щупальцы. И я когда с ней столкнулась. И я увидела, когда она от меня немножко отпрянула. Я увидела, какая она огромная. Как было неприятно. Вы знаете, я скорее погребла к берегу. Вот здесь столько много этих огромных медуз. Я просто столько ножей не видела раньше. Посмотрите. Вот она какая. Представляете. Как тарелка. Вот такие тут медузки. Посмотрите. Их тут очень много. Вот такие вот огромные. Смотрите, какая она огромная. Фиолетовая. У меня было целых три в руках. Я пока сходила за камерой. Их осталась одна. Но они тут постоянно встречаются. Далеко заплывать даже не хочется. Очень много вот таких медуз. И они жалятся, как вы понимаете. Видите, какие. Не пугайтесь, какой у меня голос. Я простыла. У меня жуткий бронхит. После процедуры. Немножко попала под кондиционер. И вот так вот теперь разговариваю. Вот еще одна, видите, какая. Ушла. О, какая огромная. Вот такая огромная. Посмотрите. Это же просто супер. А потом уже, сидя на кораблике, я сказала, что там медузы. Не хочется заплывать глубоко. Мне мужчина показал, у него была вся рука в таких каких-то красных язвах. Он говорит, вот это вот я столкнулся вот с этой как раз фиолетовой медузой. Вот такие последствия уже, говорит, несколько дней. Ну, неприятно, вы знаете. Вот это меня неприятно удивило. Обычно на Черном море таких огромных медуз я не встречала. Дождик не заставил себя ждать. Представляете, я только вышла из воды. Пять минут прошло. И все. Дождик. Народ суматошно собрался. Прибежал вот сюда, под этот странного вида сарай. Ну вот, сейчас дождик еще только начинает накрапливать. Не знаю, ветер поднялся. Посмотрим, что будет. Неудачная моя попытка сегодня выйти на море. Я еще раздумывала, то ли мне может быть на балконе полежать. У меня там такой шикарный гамак брезентовый. Думаю, ну что же, я буду на балконе поеду. Я на море. Вот вам, пожалуйста. Видите, там вдалеке почернело море. Черное стало еще более черным. И струи дождя видны на горизонте. Будем ждать у моря погоды. Вот сейчас гром гремел вдалеке. Где-то, наверное, идет гроза. И посмотрите, вот опять я вам показываю, как изменился цвет моря. И солнце выглянуло сзади меня. А вот я вам показываю такие черные, в общем-то, струи дождя. Сзади солнца. Ну и погода. Посмотрите. С этой стороны солнце выглянуло. Но люди в недоумении еще не расходятся из-под крыши. Ветер свищет, если вам слышно. Вот. Кто-то пошел купаться. Все по-разному реагируют на такую странную погоду. Вот очередной закат солнца. И мы плывем. Иди, иди, иди ко мне. Иди, иди. Такие вот маленькие котирочки. Уже запоздалые пассажиры на нем причаливают к берегу. Видите, вот там котирочек. Маленький такой, с белой рубкой. Синенький. Вот он сейчас причалит. Наверное, последний, не знаю, уж как они тут ходят. Но ходят часто. Каждая полчаса отчаливает вот отсюда, от причала. И 10 гривен любой желающий может переправиться через лиман и попасть на море. Ну, либо пешком по тому мосту трехкилометровому. Пожалуйста, можно гулять. Ни от кого не зависеть, как говорится. Здесь санаториев очень много. Вот если вы слышите, музыка гремит отовсюду. Там еще какие-то аттракционы детские. Также есть санаторий Лиман называется. Путевочки можно покупать, курсовки. Можно также снимать жилье. Очень много предлагается. От 150 гривен в сутки до 500. В зависимости от того, в каком месте вы устроитесь и какие у вас будут там вам предоставлены благоустройства. Вот такая красота. Тишина. Сегодня было плюс 35. А здесь вот такая вот лестница вверх. Санаторий Виктория. Лестница практически потемкинская. Как в Одессе. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...